Всем садовый привет! Меня зовутся. Находимся в садовом отделе гипермаркета. Я, как и любая женщина, люблю ходить по магазинам. Сегодня мы с вами проведем садовый шоппинг и посмотрим, что мы из этого ассортимента можем выбрать для вашего участка. Отлично? Тут очень-очень симпатичный. Обещал долго жить. Не то, что признаков жизни. Уже разлагаться начинает. Начнем с вами из древесных растений. Посмотрим кустарники. Ассортимент на самом деле очень широкий. Здесь и чубушники, и барбарисы, и дерны, и будлея, и берючина, спиреи. Я вот нашла два экземплярчика, на примере которых мы с вами посмотрим. Здесь у меня с вами закрытая корневая система. То есть растения с открытой корневой системой, которые просто упакованы для удобства транспортировки. Признаков жизни оно никаких не подает. И второй вариант. Это контейнер P9. Здесь, по сути, укорененный маленький черенок. Цена этого и того, и другого растения 249 рублей. Ну, спустя еще месяц вы сможете в садовом центре купить уже в двухлитровом, трехлитровом контейнере спирею с хорошо сформированными скелетными ветвями. Их будет минимум три, а то и пять. Поэтому экономия достаточно условная. Так вы получаете готовое хорошее растение, сформированное корневой системой и уже скелетными ветвями, примерно за 500 рублей. А здесь за 250 укорененный черенок. Большой выбор достаточно плодовых кустарников и плодовых деревьев. Примерно вот такие есть экземплярчики. Если вы уж решились тут покупать, то выберите хотя бы день поставки, когда завезли свежий посадочный материал. Потому что, как мы понаблюдали, походили, погуляли, саженцы не поливают. У них пересушенная корневая система. Вот если выбрать экземплярчик получше, то что с ним сейчас делать, если вы его приобрели? Его уже в холодильник не засунешь. У него большой живой зеленый прирост, неодревесневший. Единственный вариант – пересадить его в контейнер, поставить на подоконник и ждать начало июня месяца, чтобы высадить его в грунт. Если у вас огромный подоконник, то может быть. Пока мы тут снимали, гуляли, с нами поделились лайфхаком, как сохранить такой саженец. Вот покупательница говорит, что она покупает такие саженцы. Сначала их высаживает в горшок, потом привозит на дачу, пересаживает их в теплицу. В мае высаживает в грунт в начале мая на майских праздниках. И там уже при возможности она живет на даче, в возможных ночных заморозках накрывает их спонбондом. Решайте сами, хотите ли вы так поразвлекаться. Кизильник блестящий у меня в руках. Если бы на дворе было 20 мая, я бы не задумываясь, купила эти саженцы за 350 рублей. Просто отлично, можно в один ряд сажать, и будет готовая живая изгородь. Но что сейчас с ним делать, я не представляю. Поэтому оставлю. Грамотный маркетинговый ход сетей понятен. Ведь они хотят продавать посадочный материал как можно больше период времени. Начинают с марта, чтобы заработать деньги не только в мае, начиная с мая, но и уже в марте и апреле. А ваш выбор это купить саженец сейчас или дождаться мая, сразу же его взять и поехать к ним на дачу. Вот это, кстати, еще более-менее вариант. Тут хотя бы есть две ветки скелетные. Ну, в отличие от предыдущих вариантов, еще как-то более-менее. Вот здесь тоже. Ну, максимум, подвески, летние ветви везде. У него есть признаки жизни, живые почки. Вот. Между прочим, это лучший вариант, чем на нем были бы листья. И он в контейнере. Посмотрим, что у него с корневой системой. Берем. Кстати, он не пересушенный. Проверяйте всегда, когда берете, пересушенный контейнер или нет. Это сразу же видно. То есть он приехал сюда недавно. Мимо роз нам удалось пройти. Наталья уже рассказывала. Я вам напомню, что если перед вами стоит выбор покупать вот такую или вот такую, я бы взяла только что проснувшуюся. Еще ее пока что можно положить в холодильник. А вот эту придется высаживать в контейнер и выращивать в нем до высадки в открытый грунт. Мы добрались до отдела с многолетниками. Сейчас мы что-нибудь выберем. Обязательно раскроем упаковки. Но вот это даже покупать не хочется. Это корневище хосты. Посмотрите, какое. Никаких признаков жизни. Почка, которая была, уже засохла. Но я не могу выбрать здесь нормальную хосту. Ты не поверишь. Ни одной нормальной хосты нет. Мы на самом деле не просто так сюда пришли, не просто поглазеть. Мы сейчас тоже что-нибудь купим. Откроем упаковку и вместе с вами посмотрим, что там внутри. Стоит ли это покупать или не стоит. Права я или не права. Или, может быть, нужно не в садовый центр идти, а в гипермаркет. Но я не могу найти ни одной живой хосты. И гипермаркеты, они совершенно не заточены за то, чтобы ухаживать за растениями. Да, здесь могут быть неплохие саженцы, неплохие сорта тех же гладиолусов или хост. Но вот так вот они хранятся, вывешены. Это не холодильник. Никто о влажности совершенно не думает. И все растения, которые стоят на стеллажах, боюсь, ни разу не поливались. Немного смущает, что они хранят их не в холодильнике. Сколько они уже здесь лежат. Вот такой вариант. Здесь уже вообще все рассыпалось, отвалилось. Люпины. Вот я бы вот из этого что-нибудь взяла. Например, клубень гейхеры. Вот там почка живая есть. Можно купить 179 рублей. Возьмем? Мне не терпится посмотреть, что внутри. Поэтому поехали быстрее раскрывать упаковки. Мы с вами на месте. Сейчас проведем с вами вскрытие упаковок. Начнем со спиреи японской Little Princess. Здесь у нас закрытая корневая система. Вполне прилично выглядит кустик. Давайте посмотрим, что внутри. Напоминаю вам, что закрытая корневая система – это саженник с открытой корневой системой, корень которого упакован для удобства транспортировки и хранения. Давайте с вами посмотрим. Не так уж легко распаковать. Так. Тут у нас торф. И дальше. Вполне себе. Смотрите, какой хороший корень. Как будто бы оно было в чем-то до этого выращено, типа горшочка. Корневая система хорошо сформирована. Возможно, растение в контейнере выращивалось. Но видно, что оно сильно пересушено. Непонятно, как оно поливалось и когда последний раз. И второй вопрос. Как нам теперь его сохранить до высадки в грунт? К вопросу, как это сохранить, давайте прочитаем, что нам предлагает производитель. Срок реализации до окончания сезона посадки. Не подлежит обязательной сертификации. Хранить до посадки при температуре от 0 до плюс 2. Допускается реализация для температуры до плюс 23 градусов. В случае несоблюдения рекомендуемого режима хранения, возможен более ранний выход растения в состояние покоя. То, что у нас и произошло. Производитель нам ничего не пишет, что делать в таком случае. В таком случае высадить в контейнер растение и обеспечить ему температуру не выше плюс 5. Но и так как уже он утронулся в рост, ему необходим будет свет. У кого есть отапливаемая лоджия или вдруг отапливаемая теплица, то это ваш вариант. Если вы знаете, как его лучше сохранить, и у вас есть такой опыт, напишите, пожалуйста, в комментариях. Нам будет очень интересно. Второе наше растение это спирея серая. Контейнерное растение. Маленький контейнер P9. Вот так вот он выглядит. Замотан стрейч-пленкой для удобства транспортировки. Тут, кстати, достаточно влажный субстрат. Я думаю, что недавно он поступил в гипермаркет. Сорнячки очень влажные, недавно политые. Давайте вытащим ее. Посмотрим, правда ли там контейнерное растение. Да, смотрите, все отлично. Корни все живые. Вот это очень хорошо наглядно видно. Все живые корни и прямо сформированный хорошо ком. Можем с вами сказать, утверждать в том, что это растение было выращено в этом контейнере. Опять же вопрос единственный, как его сохранить, потому что она уже собирается цвести. Через два дня она зацветет на подоконнике. А у нас за окном еще с вами сугробы. Поэтому не знаю, долго ли она будет радовать нас на подоконнике и доживет ли она до высадки в грунт. Следующий наш экземпляр. Мне было очень интересно посмотреть гортензию метельчатую. Она сейчас в последнее время очень популярна. Стоимость сейчас под глину в чеки этого растения была достаточно невысокая. 399 рублей. Здесь опять у нас закрытая корневая система. Две скелетные ветви. Уже такие большие приросты. Будем распаковывать. Я не понимаю, как поливаются эти растения. То, что с закрытой корневой системой, пока мне попалось все очень пересушенное. Здесь корни тоже живые. Вот видно, они беленькие по кругу. И посмотрим, что у нас с корневой системой. Тут все более печально. По сути, это растение с открытой корневой системой. У нас есть еще один способ показать вам это получше. Сейчас мы помоем и посмотрим на корневую. Корневая, живая. Посмотрите, какие хорошие корни. Вообще отлично. Вопрос. Распаковала я. Что мне с ней теперь делать? Посадить в горшок. Посадить в горшок. А дальше что? После того, как я высажу в контейнер, опять же тот же вопрос у нас. Если у вас есть способ, как сохранить опыт в данной ситуации, то вы можете сэкономить и купить такое растение. Но опять экономия будет достаточно условной. Это растение мы купили с вами за 399 рублей. 800-1000 рублей. Мы с вами покупаем гортензию в контейнере 3-х литровый с 5-ю скелетными ветвями. На которые в этом году уже будет заложено 2 или 3 соцветия. Здесь нам придется еще пару лет подождать, пока она зацветет. И кроме этого, вам еще понадобится потратиться на землю и контейнер для посадки. И подумать о том, как ее сохранить до высадки в грунт. Для разнообразия мы взяли еще виноград девичий. Тоже в контейнере P9. Здесь он не упакован стрейч-пленкой. Мне очень понравилось, что субстрат был влажный. Растение еще не проснулось, но видно, что оно живое. Почки проснувшиеся, зелененькие. Стоил этот виноград... Сейчас посмотрим, сколько он у нас стоил. 329 рублей. Сантиметров 30. Здесь составляет он высоту. На площадке садового центра вы можете купить виноград за примерно рублей 500, но уже будет гораздо больше, в 2 или в 3 раза больше сама лиана. И контейнер 3-х литровый. Здесь у нас тоже, в принципе, ком был. Нет, не было. Укорененный черенок. Посаженный в контейнер. По сути, он, конечно же, живой. Корневая система не такая плохая. Тем более, что это виноград девичий. Можно у соседа было отрезать и укоренить. Мне нравится этот экземпляр. Он очень жизнеспособный. Опять же, один и тот же вопрос возникает. Что делать со снегом за окном? И мы не устояли перед покупкой многолетников. Взяли гейхеру и хосту. Хочу отметить, что растение, которое мы выбирали, это было лучшее из того, что можно было выбрать в гипермаркете. Мы не брали самые засохшие экземпляры, а выбирали то, что реально жизнеспособно. И то, что вы сможете купить, и каким-то образом доживет до высадки в грунт. Практически все корневища, которые были представлены в магазине, очень сильно пересушены. Конечно же, они должны храниться в холодильнике. Здесь продавец не указывает правила хранения нигде. Я не нашла на упаковке. Но до высадки в грунт они должны также храниться при температуре от 0 до плюс 5 градусов. В магазине примерно 10-12 градусов. Вот здесь должен быть живой экземпляр. Давайте сначала с вами посмотрим на гейхеру. Смотрите, вот они, листочки. Корешочек живой. Торф влажный. Стоила эта гейхера 179 рублей. В контейнере на питомнике или садовом центре вы сможете купить ее где-то за 400 рублей. Конечно же, это будет гораздо больше растению уже с листиками. Но вот такой экземпляр можно сохранить еще в холодильнике до высадки в грунт. И занимает она, в принципе, немного места. Имеет место быть. С хостой обстоит все гораздо хуже. В принципе, перерыли все, что там было. И живого ничего не нашли. Она была живая, проросла. Видите, листочек зелененький вылез и потом засох. Вот такая вот картина. Стоила это 199 рублей. На питомнике или садовом центре хост в контейнере будет стоить в районе или с закрытой корневой системой в районе 300 рублей. У хосты корневища, которые вы сможете поделить на несколько делянок и рассадить их уже. Тем самым точно сэкономите. Вот так вот. Вот еще раз вам так покажу, что она сухая. Подведем итог. Иметь или не иметь – это ваш выбор. Вывод такой. Растения, которые мы с вами выбрали, явно были недавних поставок, кроме хосты. И, возможно, спирея, которая была с закрытой корневой системой, тут она уже явно пересушена. Если вы придете в гипермаркет сразу после поставки этих растений, в начале мая, купите растения, незамедлительно повезете их на дачу сажать, то, конечно, вам удастся сэкономить. Но если вы пойдете сейчас, и это растение хранилось уже неделю или две, о качестве его мы можем судить вот по этому образцу. И, к сожалению, гипермаркеты не заточены на то, чтобы хранить и ухаживать растения. Если вам нужен качественный посадочный материал, вам лучше обратиться в специальный садовый центр. На этом все. С вами была я, Саша. Пишите, где вы покупаете растения, как вы их храните, и оставляйте лайки.